Вторая волна коронавируса в стране пришлась на период роста острых респираторных инфекций. Каждый день ковидом заражается около 500 человек. Но врачи опасаются, что зараженных в скором времени может стать больше. Одной из причин таких опасений являются прошедшие в начале месяца митинги с участием большого количества людей. Но на сегодня статистика по коронавирусу выглядит следующим образом. За прошедшие сутки зарегистрировано 420 новых случаев коронавируса с учетом вне больничной пневмонии. Из них в Бишкеке – 98, в Аше – 32, в Чуйской области – 26, в Ожской – 51, в Таласской – 16, в Нарынской – 7, в Иссыкульской – 29, в Джалалабадской – 112, в Баткенской – 49. С начала пандемии в стране зарегистрировано 56 170 случаев коронавируса. За сутки выздоровели от COVID-19 с учетом вне больничной пневмонии 227 человек. Всего за весь период вылечено 47 843 человека. На стационарном лечении находится 3399 пациентов, на амбулаторном – 3274. Если рост у числа заболевших способствует несоблюдению санитарных норм, то количество тяжелых больных растет из-за самолечения. По словам врачей, каждый день к ним обращаются несколько десятков пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в основном после длительного самолечения. Как рассказывают медики, некоторые пациенты при появлении первых симптомов коронавируса начинают принимать тяжелые антибиотики, тем самым только усугубляя свое состояние, так как эти антибиотики при коронавирусе не очень эффективны. И вместо того, чтобы получать адекватное лечение, пациент просто теряет драгоценное время. И потом легкая форма коронавируса превращается в тяжелую. В столице пациентов с коронавирусом принимают в 11 больницах. Врачи говорят, что в реанимации в основном лежат больные с запущенным коронавирусом со множеством осложнений. Обратись они вовремя, болезнь бы была давно вылечена. К сожалению, наш народ, больные, которые к нам обращаются, они уже с запущенной формой приходят. Они дома у себя, они самостоятельно проводят лечение, к сожалению. И кто-то подсказывает им. При появлении признаков коронавирусной инфекции, сейчас народ знает, сразу надо обратиться обязательно к медицинским работникам. По рекомендации медработников только надо проводить лечение. Ни одно заболевание не должно лечиться без контроля медиков по совету знакомых или интернета, утверждают врачи. Но все мы помним, как летом массово скупались антибиотики и другие медпрепараты. И некоторые применялись даже не болея, а просто, так сказать, для профилактики. А ведь это может быть смертельно опасно. Вообще запрещено самолечением заниматься, потому что антибиотики здесь, они токсичные, без показаний просто так не назначаются. И желательно обратиться к врачу, да, и врач должен назначить эти лекарства, подобрать лекарственные препараты для данного состояния. Если как лечить коронавирус знают только врачи, то рекомендации о том, как не допустить заражение коварной болезнью, должен знать и применять на практике каждый. Маски, обработка рук и поверхностей, дистанцирование и самоизоляция. Вот простые правила, которые предотвратят не только коронавирус, но и массу других заболеваний.